Один из самых крупных питомников на юге России появился в Кабардино-Балкарии. Садоводы селения Крем-Константиновская считают этот проект уникальным и реализуют, используют только современные технологии. Продолжит Инна Богатырева. Этот сад Кавказ заложили в рекордно короткий срок. Всего лишь за два с половиной месяца на двух сотнях гектаров высажено 250 тысяч молодых деревьев. 20-летний Артур Шагенов – самый юный специалист Константиновского сельхозпредприятия. Знания вчерашнего выпускника республиканского агровуза подкреплены курсами по интенсивному садоводству. В течение года молодой человек осваивал азы новейших итальянских технологий. Если делать обрезку, как наши сады, как мы привыкли, тогда эти деревья не будут расти, они не будут держаться. Им нужно давать конусовидную форму, и тогда уже будет результат. Успех предприятия зависит от многих факторов, делится главный управляющий Руслан Шагенов. Опытный садовод ставку делает не только на новые агротехнологии, но и на молодые кадры. Их свежее новаторское мышление, уверен он, станет основной статьей дохода. Учили меня греки, как надо ухаживать за саженцами, насчет мелиорации, капельное орошение. Показывали, как надо правильную обрезку делать. У нас еще в республике нигде не сажали персики, нектарины. Черешни 10 сортов есть, у нас нектарин тоже 3 сорта, и персики тоже. В этой работе я тоже примерно 2 года работаю, и все это для меня тоже ново и интересно. Работа очень, я скажу, нелегкая, но если иметь терпение, все получится, и настрой к работе. Садоводство уже сейчас обеспечивает работой более 300 сельчан. В ближайших планах строительство холодильника и консервного завода. Питомник сельхозпредприятия считается одним из самых больших в мире. Вмещает он более 2,5 миллионов саженцев. К слову, капельная система орошения уже налажена по примеру Греции. Воды у нас предостаточно, потому что слева от меня находится водозаборник 22 гектара, из которого мы берем систематически воду и производим полив. В час мы берем примерно 320-330 кубов воды и уходит все это на полив. Количество оживительной влаги зависит от сорта дерева, времени высадки и погоды. Оросительная система снабжена фильтром и в капельнице, не забивая протоки, поступает абсолютно чистая вода. Уже в следующем году эксперты прогнозируют богатый урожай. Инна Богатырева, Иван Евдокимов, Вести, Кабардино-Балкария. Субтитры создавал DimaTorzok